Вау! Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные обучающие видео! Сегодня я приведу вам топ-3 самых дебильных совета преподавателей ученикам. Да и вообще, в принципе, гитаристы любят друг другу всякую хуйню советовать. Итак, совет номер один. Играй расслабленно, блядь! Не напрягай руку! Расслабься! Не напрягай руку! Это идиотский совет, и я сейчас объясню почему. Представьте такую ситуацию. Заходит человек в первый раз в жизни в тренажерный зал. И тренер дает ему штангу 100 кг. Говорит, на, разомнись немножко, поприседай. Чувак такой, ой, нафань, а! Тренер такой, ну, ёптвою мать, смотри, берет штангу и танцует с ней гопак. Это же разминочный вес, давай еще попробуй. Чувачок уже совсем, ой, сундук украли! Абсурд такой ситуации, я думаю, ясен всем. То же самое и происходит, если такой совет дают новичку, который только начал играть на гитаре. Новичок, в принципе, не может не зажиматься, он не может играть расслабленно, он не может расслабить руку. Чтобы произвести движение, нужно напрячься. И в гораздо большей степени нужно напрячься новичку, потому что это движение для него новое. Чтобы мозг мог вычленять нужные мышцы и их напрягать, а ненужные расслаблять, до этого момента должно пройти много времени. И все это время должно быть наполнено тренировками, тяжелыми тренировками, регулярными и, блядь, вдумчивыми. Поначалу, естественно, напрягается все подряд. Вот так вот многие... У них там что-нибудь губами шевелят, еще что-нибудь там, всех перекосоебливает. Почему так? Потому что мозг не знает еще, какая точно мышца должна быть задействована для того, чтобы было произведено звукоизвлечение. Потому что человек, в принципе, еще не знает, что это такое звукоизвлечение. Его организм этого не знает. Спустя какое-то время мозг учится фильтровать нужные и ненужные мышцы, нужные напрягать, ненужные расслаблять. И это очень трудно, потому что даже не то, что группы мышц или отдельные мышцы нужно учиться напрягать, а остальные расслаблять. Сегменты мышц нужно учиться напрягать и расслаблять. Или наоборот напрягать и напрягать в статическом режиме, в динамическом. Это происходит очень-очень явно с левой рукой. У нас нет отдельных мышц на каждый палец. У нас две мышцы здесь, в основном, которые за сгибания отвечают. И вот сегментарно мы их напрягаем, и тогда у нас сгибаются пальчики по отдельности. Это очень трудно. Нужно получать навык с помощью долгих, нудных, тяжелых жоп-часов. Но даже если этот навык мы получили, все равно, если мы даем систему такую нагрузку, на которую она не рассчитана, то система напрягается. То есть без напряга сыграть что-то тяжелое, ну, никак не получится. Попробуйте расслабиться, подтянитесь на турнике. Не получится. Правильно. То же самое не получится играть и на гитаре расслабленно. Только если система укрепится настолько, что нагрузка, которая на нее будет подаваться, не будет для нее чрезмерной, вот в этом случае вы будете чувствовать легкость в игре. Вы будете играть расслабленной рукой, будете играть расслабленно. Но прежде чем этот момент наступит, вы проебете, ну, не проебете, нет, вы потратите уйму жоп-часов. Трудных, корявых вам будет казаться, что вы находитесь в поиске вот этой вот самой расслабленной состоянии руки. И вот, вот вы нащупали. На самом деле, нихуя вы не нащупали. Просто ваша система уже настолько адаптировалась. Мозг оптимизировал процессы. Мозг учится нужно и напрягать, не нужно и расслаблять мышцы. И эти самые мышцы, которые нужны, они в достаточной мере прокачаны, чтобы переводить предложенную нагрузку. И вот в этот момент вам кажется, что вы нашли то самое состояние, когда рука расслаблена. И вот вы, наконец-то, вняли совет у этого мудрого учителя, который вам пять лет назад говорил, не напрягай руку. Ах, вот что он имел в виду пять лет назад, когда я только начал играть на гитаре. Вот так вот обычно происходит. Совет номер два. Блядь, не играй криво, играй ровно, давай. Что ты криво так играешь? Давай ровно играй. То же самое. Человек не может играть ровно, потому что он не знает, как это. Чтобы сыграть ровно, нужно сначала научиться элементарно на слух, различать, где ровно, а где криво. И для этого нужно с учеником много-много упражняться. Давать ему упражнения сначала, можно даже вообще без гитары. У меня есть на канале, вот можете зайти. Ти-та-та-та-ти-та-та-та. Вот всякие такие хуевины, упражнительные. Для себя можете там много интересного найти. И только так, час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, человек совершенствует свое ритмическое сольфеджио, чувство ритма. И начинает слышать, где ровно, где криво. И потом он начинает слышать, где ровно, где криво у него в игре. И он уже, вооружившись этим знанием, этим чувством, может направлять свои пальцы так, чтобы правильно расставлять ноты во времени. И опять же, не играй криво, играя ровно. Ах, вот что имел в виду учитель, хуй знает когда там, блядь. Ах, вот, вот я теперь ровно играю, заебись. Итак, третий совет. Самый идиотский, самый дебильный, самый пиздецовый. Этот совет дают уже только тем, кто надрочился играть расслабленной рукой и ровно. Самые прокачанные дрочеры могут внимать этому совету. Не играй, блядь, упражнение, играй музыку, музыку давай. Это самый идиотский совет, потому что музыку, как играть, не знает никто. Даже сами музыканты, гениальные, которые написали кучу охуенных хитов, они не знают, как писать музыку. Они не знают, как сделать так, чтобы написать хит. Просто они это делают, и как у них получается, нравится людям. Но как это у них получилось, они не могут нам объяснить. Если бы они могли бы, то это давно было уже на поток поставлено. У Баха там сколько сыновей было, хоть жопы ешь. Но Бах он у нас один. Такой вот красавец с буклями. А все остальные, ну да, пиздатые там профессиональные музыканты. То есть о чем это говорит? О том, что можно от человека к человеку передавать знания такие вот универсальные. Например, ровно или криво. Там руку расслабил, накачал, не накачал, там надрочил ловкость и так далее. Или нет. Либо еще дальше в музыку, еще дальше в лес. Теория музыки. Можно рассказать там про фразировку, про гармонию, про ступени, про лады, гаммы, аккорды и всякая такая. Можно сделать так, чтобы человек играл и не доставлял дискомфорт своим слушателям. Вот это все можно сделать. Чтобы не было его противно слушать. И вот эти все вещи, такие как теория музыки, фразировка, все вот эти нюансы. Это можно рассказать человеку и можно вырастить таким образом профессионала. Чтобы когда он играл, человек, слушатель, не блевал. Вот. Но сделать так, чтобы человек писал музыку, прям с большой буквы музыку, нельзя. Потому что это происходит просто случайно. Вот рождается такой человек, который пишет музыку и все кайфуют. Но как он это делает, он сам не знает. Так что, друзья мои, не обращайте внимания на всякие эти идиотские советы. Делайте свое дело. Занимайтесь волшебными жопа часами. И спустя долгие годы тренировок, сами поймете, как играть расслабленно, как играть не напрягаясь, как играть, блять, ровно, криво. Как угодно забегать вперед, оттягивать назад, что угодно делать. Ну и, может быть, даже кто-то и напишет музыку. Это, конечно, в идеальном случае. Ну, теперь, друзья мои, наступает минутка агитации. Итак, подписываемся, блять, на мой канал, жамкаем теребоньку, подписываемся на Патреон. О, на Патреон подписываемся ко мне. Я туда всякие стримы, хуимы выкладываю, чтобы не держать их на Ютубе, канал не засирать. Все на Патреоне. Все вот эти многочасовые мои разглагольствования, все там. Хотите потратить кучу времени, слушая, как я пизжу, добро пожаловать на Патреон. Итак, ставим лайки, хуяйки, в общем, держим письюны кверху. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. И да пребудет с вами етицкая сила. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok